Добрый день, уважаемые коллеги! Безусловно, информационные технологии на сегодняшний день определяют многие процессы, но и фактор одевать некуда. Благодарю организаторов данной конференции за возможность выступить и представить результаты своих исследований профессиональному сообществу. Хочу сказать, что я уверена, большинство людей, которые занимаются изучением волонтерства, кому интересна эта тема, являются сами в душе и в делах добровольцами, людьми достаточно неравнодушными. Проблема управления волонтерством, как исследовательская проблема, на сегодняшний день, это глобальная исследовательская задача, которую рассматривают достаточно большое число исследователей во всем мире. Кроме того, в нашей стране у нас тоже формируется определенное сообщество, благодаря НИИУ, высшей школы экономики, центру исследований, проблем гражданского общества и некоммерческого сектора. Все, что касается изучения волонтерства в России, также становятся все более и более популярны. Тема моего доклада – развитие инфраструктуры волонтерства в Сырловской области, институциональные аспекты и социальные ресурсы. Безусловно, в первую очередь я должна несколько слов сказать о самой проблеме, которая рассматривается и представляет собой на данном... ...слово мне бы хотелось сказать о теоретических идеях, которые легли в основу управленческих решений в отношении волонтерства и развития благоприятной среды для реализации волонтерских инициатив в разных странах мира. Далее я кратко постараюсь дать оценку развитию инфраструктуры волонтерства в нашем регионе, достаточно богатым на организации людей, инициативы и проекты, которые реализуются в различных муниципальных образованиях региона. И завершу я свой доклад некоторыми результатами наших эмпирических исследований, которые мы проводим в рамках изучения динамики развития социального управления волонтерством. Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день волонтерство – это глобальное социальное движение, это социальное явление, которое, в принципе, имеет колоссальную... Остановка проблемы вообще управления волонтерством на сегодняшний день может быть обозначена несколькими позициями. Это выводы, которые я представляю на основе аналитики и изучения исследований по волонтерству, реализованных практически в различных странах мира. Безусловно, добровольчество существует во всех обществах. Оно принимает абсолютно разнообразные формы, а его смысл меняется в зависимости от контекста. На волонтерство оказывает существенное влияние политика разных государств, информационной технологии и те средства, которые вкладываются в этих государствах. Добровольчество на местном уровне, как официальное, так и неформальное, связано с очень широким спектром деятельности людей, но в итоге оно поддерживает устойчивость местных сообществ, особенно в условиях кризисов. В глобальной повестке управления, которую продвигает программа «Добровольцы ООН» и привлекает в свои ряды исследователей, волонтерства из разных стран, четко заявляется, что интеграция добровольчества в политику, законодательство и социальное планирование разных государств должно способствовать достижению целей устойчивого развития, согласованных и принятых во всем мире. Наша страна целиком и полностью разделяет эту концепцию и это утверждение, и мы активно начали продвигать систему определенных мер, государственных решений, поддерживать финансово развитие инфраструктуры волонтерства в рамках этой концепции. Волонтерство разработанное Агентством стратегических инициатив в 2018 году, мировым сообществом в частности, в частности, Организация Объединенных Наций, был принят одной из лучших практик в мире реализации, концепции и инфраструктурной поддержки волонтерских инициатив. Здесь представлены шаги, которые в нашей стране уже реализованы, и я могу сказать, что Свердловская область вошла одним из первых регионов, где этот стандарт начал активно реализовываться с 2018 года. Система мер государственной поддержки, инфраструктурных и проектных решений безусловно связана с выборами президента Российской Федерации, с заявленным им годом волонтерства и международными мегасобытиями, такими как, например, чемпионат мира по футболу. И за этот короткий период в стране достигнуты определенные результаты в продвижении волонтерства, вложены достаточно существенные средства государственные в развитие инфраструктуры добровольчества, и эта ситуация будет поддерживаться в соответствии с указом президента до 2024 года. Из тех средств, которые выделены в рамках федеральных целевых программ, только в прошлом году субсидии на развитие инфраструктуры волонтерства получили 26 регионов, в том числе небольшую сумму получил и наш регион. К большому сожалению, не могу вам показать, а могу только рассказать о теоретической идее, которая заложена в исследовательский концепт инфраструктуры волонтерства, разработанный по результатам международного исследовательского проекта, который реализовала программа «Добровольцы ООН», привлекая к участию экспертов-исследователей из 26 стран. В качестве теоретической рамки под инфраструктурой волонтерства понимается благоприятная среда создания условий для реализации абсолютно различных добровольческих инициатив местных сообществ. В качестве трех основных ключевых элементов этого концепта исследователи рассматривают нормативно-правовые и политические решения, организационные структуры и условия, которые позволяют развиваться этой инфраструктуре. Три ключевых процесса обеспечивают дееспособность и результативность инфраструктуры волонтерства в отношении результативности добровольчества, в первую очередь, для местных сообществ. Это поддержка волонтерства, поддержка самих сообществ и управленческая поддержка в консультировании, привлечении волонтеров, создании благоприятного имиджа в стране. Что происходит у нас в Свердловской области? В соответствии с реализацией стандарта МАСИ и реализацией вот этой концепции развития инфраструктуры волонтерства. В Свердловской области в 2017 году было инициировано создание инфраструктурно-координирующего центра добровольчества, созданный практически с нуля и не совсем учитывающий существующий наработанный опыт в развитии волонтерства в Свердловской области. Я еще раз подчеркну, что это достаточно богатый, вариативный опыт и проектов, и развития инициатив, и направлений. На текущий момент, к 2020 году, мы видим целую серию инфраструктурных организаций, ресурсных центров, имеющих профильное значение. Это и волонтерский инклюзивный центр, и ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере чрезвычайных ситуаций. Мы видим волонтерские центры на базе СУЗов и ВУЗов, которые входят в ассоциацию волонтерских центров и являются участниками федеральных программ, в том числе федеральные программы свои. На сегодняшний день в Свердловской области активно свою деятельность реализует Национальный совет по корпоративному волонтерству. Мы видим, как развивается инфраструктура и сеть региональных и местных отделений всероссийских общественных организаций, таких как волонтеры-медики, волонтеры-победы. Также мы видим сетевую структуру Ассоциации зеленых ВУЗов России и много других подобных проектов. Параллельно с прогосударственными структурами развиваются и инициативные проекты. Инициативные проекты независимых некоммерческих организаций либо профильных некоммерческих СОНКО, которые активно привлекают средства на реализацию своих идей и проектов, внешнее финансирование из грантодающих фондов, в том числе из фонда президентских грантов. Здесь я привела только несколько примеров на слайде. На самом деле вы хорошо знаете, насколько эти проекты, особенно в сфере культуры в Свердловской области, развиваются. Кроме того, нельзя не отметить, что у нас в регионе достаточно успешно реализуются и образовательные проекты, связанные с повышением уровня компетенции как волонтеров, так и организаторов их деятельности. Могу отметить лишь два примера. Это успешно запущенный онлайн-курс по медиа-волонтерству, который разработала некоммерческая организация «Урал.Добро» и программа повышения квалификации для муниципальных и государственных служащих, разработанную специалистами некоммерческих организаций и реализуемую на базе регионального кадрового центра. Я оставляю нормативно-правовой список документов и определенных важных инфраструктурных решений для тех, кому это будет интересно разобраться в этой структуре, в этих документах за пределами нашего мероприятия. На сегодняшний день к инфраструктурным решениям федерального уровня относится единая информационная система «Добровольцы России». Если в цифрах, то в Свердловской области в данной системе зарегистрировано более 500 организаций и более 10 тысяч волонтеров из разных организаций, точно так же успешно на федеральном уровне реализуется Всероссийский конкурс «Добровольцы России». Коллеги, у нас опять... Так, сейчас... Получили первые премии, и хочу отметить, что два из них – это проекты сетевые, а два из них – это локальные инициативы, реализованные в муниципалитетах Свердловской области за пределами города Екатеринбурга. В качестве исследовательских вопросов, которые я бы хотела на сегодняшний день обозначить и, соответственно, на некоторых исследовательских результатах попытаться найти ответы на них, вы видите на слайде два вопроса, кто и каким образом сегодня реализует нормативно-правые и организационные решения в рамках развития инфраструктуры добровольства в различных муниципальных образованиях Свердловской области. Ну и второй вопрос. Так. Так. Сейчас зайдем до 15-го слайда. Спасибо. Как развитие инфраструктуры волонтерства воспринимается организаторами добровольческой деятельности в малых, средних и больших городах нашего региона? Значит, мы проводим с определенной регулярностью исследования по данной проблематике. Начали мы активно это реализовывать с 2014 года. Сегодня же я хочу представить некоторые результаты, только двух из них. Это результаты экспертного опроса муниципальных чиновников, лиц, ответственных за содействие волонтерским инициативам в муниципальных образованиях Свердловской области. Мы опросили всех абсолютно ответственных лиц, охватив все муниципальные образования нашего региона. Также я хочу представить результаты экспертного опроса организаторов добровольческой деятельности в сфере детства, юношества, молодежной политики, которые уже имеют опыты, сложившиеся практики, реализованные проекты и локальные акции по добровольчеству. На слайде вы видите результаты нашего опроса. Мы пытались оценить компетентность ответственных лиц за содействие волонтерским инициативам. Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день в большинстве исследований доказывается, что уровень компетенции чиновников и понимание проблематики благотворительности волонтерства достаточно ограничено. Чаще всего мы сталкиваемся с проблемой, когда люди воспринимают этот вид деятельности как бесплатную рабочую силу. Что мы в своем исследовании реализовали? Мы предложили ответственным чиновникам из муниципалитетов выбрать из 15 практик те, которые по их отношению имеют отношение к добровольчеству, предоставив им 15 практик, 5 из них, которые точно идентифицируются как добровольчество, 5 имеют достаточно дискуссионную природу, и 5 категорически не соответствуют основным критериям и содержанию добровольческой деятельности. Вы видите, что на сегодняшний день уровень компетенции и понимания сути добровольческой деятельности со стороны муниципальных чиновников в среднем и на 2,5 балла из 5. Это не связано с возрастом, это не связано с занимаемой должностью человека, но ответственным за это направление. Но мы выделили определенную корреляцию, что в крупных городах представление о добровольчестве, о понимании его сути среди ответственных лиц, значительно лучше специалисты понимают суть и особенности этой деятельности, нежели в средних и малых городах Свердловской области. Мы оценивали самооценку специалистов отношения своей информированности о деятельности локальных некоммерческих организаций, которые работают с добровольцами, организуют деятельность добровольцев и сами являются добровольческими организациями. Вы видите, что такой информации в 2018 году, а мы проводили исследование в конце 2018 года, обладал каждый третий из числа всех опрошенных нами экспертов. Информированными о заявках на гранты, субсидии, которые подают локальные некоммерческие организации для реализации своих проектов, оказались 45% из числа наших экспертов. Оказывали помощь и содействие только 35%. Крайне ограничена информированность экспертов о мерах государственной поддержки, в частности о финансовых возможностях, которые предоставляет регион сегодня для реализации таких проектов отдельным муниципальным образованием, благодаря активности некоммерческих организаций. Вы видите, что в целом по всем конкурсам, которые проходили на тот момент информированность в среднем, равна около 70% только из наших экспертов, вообще владели какой-либо информацией о том, что финансирование проекта по этому направлению возможно в рамках конкурсных процедур отдельных отраслевых органов власти. Мы замеряли точно так же информированность ответственных лиц в муниципальных образованиях о государственных мерах содействия волонтерству на федеральном уровне. Вы видите, что графики показывают ограниченную информированность чиновников о тех возможностях, которые сегодня предоставляются на федеральном уровне для волонтерских сообществ, волонтеров, волонтерских организаций. Информация о конкурсе «Добровольцы России» владеет хорошо только каждый второй. Информированы о том, что добровольцы и добровольческие проекты подавались на этот конкурс только 19% экспертов. О портале «Добровольцы России» и «Единой информационной системе» также знали 51% и участвовали в наполнении этого реестра. 51% что-то слышали, но не принимали никакого участия, 37%. 13% практически не были информированы об этой государственной инициативе. Что на сегодняшний день муниципальные чиновники, ответственные за волонтерство, знали о государственном содействии на уровне региона? О Совете по развитию добровольчества в Свердловской области, который был создан в 2018 году, ничего не слышали 30% из муниципальных чиновников. Достаточно средние оценки мы видели и отношение к инициативам региональных исполнительных органов власти в отношении поддержки волонтерства. Здесь можно отметить только одну тенденцию. Чем дальше от регионального центра, тем скептицизма в отношении и надежды на региональные меры содействия становилась меньше. Кто же на сегодняшний день занимается организацией добровольческой активности молодежи, детей и подростков в муниципальных образованиях региона? В числе наших экспертов были 39% проживающих в малых городах с населением менее 50 тысяч населений, 26% это эксперты из городов с населением от 50 до 250 тысяч человек, каждый четвертый это житель мегаполиса и 10% проживало в крупном городе с численностью населения от 250 тысяч человек и более. 18% это мужчины, преимущественно эксперты, занимаясь исполнительные должности в тех организациях, непосредственно где они работают, 22% являются их руководителями. Мы изучали локальные центры добровольческой активности детей, подростков и молодежи, отталкиваясь от той идеи, что на сегодняшний день эти проекты реализуются инициативно в привязке к уже существующей социальной, образовательной и культурной инфраструктуре муниципальных образований. Вот кратко те характеристики добровольческой активности молодежи, которые в характеристики локальных центров добровольческой активности молодежи в оценках экспертов муниципальных образований Свердловской области. Мы интересовались и задавали вопрос экспертам о том, кто же был инициатором появления сообществ, организаций, первых проектов этих волонтерских объединений и отрядов. Это был свободный вопрос. Мы классифицировали все полученные ответы. Нужно отметить, что 90% наших экспертов дали нам ответы. Это достаточно большое число ответов с учетом того, что это открытый вопрос. Мы получили следующую картину. 30% волонтерских сообществ созданы по инициативе Снизу. Эта инициатива шла либо студентов, преподавателей, учителей. 28% это инициатива сверху, руководители организации. У меня, извините, у вас 2 минуты до окончания. Да, 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 заканчиваем. Значит, я хочу подчеркнуть, что 30% проектов является инициативой конкретных людей. Мы замерили индекс сотрудничества с ключевыми стейкхолдерами местных сообществ, организаций. Вот эта картинка показывает нам только одно. Насколько на сегодняшний день локальные центры добровольческих инициатив достаточно далеки от местной администрации и других органов исполнительной власти, органов местного самоуправления на территориях, которые должны реализовывать развитие инфраструктуры и государственное содействие волонтерству в рамках муниципального уровня. Точно такой же уровень доверия на сегодняшний день со стороны экспертов к тем структурам, которые создаются на региональном уровне и реализуют вот эту государственную политику содействия. Вы видите показатели, они не превышают 2 и 3 в целом. Значит, на этом слайде представлены основные выводы нашего исследования относительно позиций экспертов, их отношения к ситуации развития инфраструктуры волонтерства. Остановлюсь кратко на выводах в целом тех исследований, которые мы реализуем. На сегодняшний момент инфраструктура волонтерства в нашем регионе активно формируется. К большому счастью сохраняется и поддерживается разнообразие волонтерской деятельности. Организационные проекты и решения по развитию инфраструктуры волонтерства становятся частью социальной инфраструктуры в городах региона. Профильность проектов и организаций, которые инициируют данные решения, определяет успешность этих инициатив, как для развития территорий местных сообществ, волонтерских объединений, так и для самих волонтеров. Исследования фиксируют неравенство возможностей территорий разных муниципалитетов в развитии волонтерской инфраструктуры. На наш взгляд это обусловлено неравным доступом и неравным запросом к ресурсам развития, которые на сегодняшний день появляются в Свердловской области. Это и финансовые, и методические, и образовательные, и информационные ресурсы. В разных муниципалитетах в развитии инфраструктуры включены ответственные за государственное содействие волонтерства чиновники с разным уровнем компетенции. И это тоже крайне важно, это тот социальный фактор, который во многом обеспечивает информирование, методическое, образовательное сопровождение, которое активно развивается сегодня в этом направлении на федеральном уровне. Эффективность мер государственного содействия и инфраструктуры волонтерства созданная на федеральном и региональном уровне государственного управления выше в тех городах, которые ближе к региональному центру. Спасибо. Мне кажется, я уложилась в регламент. Еще раз. Спасибо большое. Спасибо большое. Коллеги, дорогие. Спасибо большое, Мария Владимировна. Мы приносим свои инфраструктуры за технические сбои. Мы, к сожалению, эти технические сбои съели время на вопросы, и поэтому я с вашего позволения прошу участников конференции вопросы отправлять мне на почту, я их передам Марии Владимировне, или Мария Владимировна предоставляет свои контакты. Я думаю, что можно отправить вопросы вам, если вы не возражаете. Спасибо. Спасибо. Спасибо.